Всем привет, добрый вечер, на связи, выходите, давайте поболтаем. Плюс один. Смотрите, смотрите, с кем я. С кем я? С кем я? Кто это? Кто это за мальчик такой сладкий? Слушай, мам, отвали. Присоединяйтесь, давайте поболтаем, позадаем друг другу вопросики разные, интересные. Пока есть время, время пятницы, кто-то бухает, кто-то гуляет, кто-то махается, кто-то еще что-то делает. Я лежу дома, мы лежим дома, с Светлана, с Настей. Сейчас будем смотреть какой-нибудь фильмец, сняли для вас классное видео. Блин, оно прям очень смешное, мы сейчас пересматривали. У тебя есть парень? У меня есть молодой человек, да, Анджеля? Анджеля мне задает вопрос. У меня есть молодой человек, очень красивый, очень замечательный, самый лучший. Как ты делаешь такой голос? Какой именно? Сочинский вот этот вот, вот этот вот голос, который я умею делать, либо детский. Ты что, блядь, обоссался? Нет, блин. А почему так мокро? Ачи? Блядь, ты что тут сделал? Почему ты так наделал? Почему так мокро? Ты облизал? Предай привет ЕКБ. ЕКБ, всем привет. Так, у Тухи есть? У Тухи есть. Почему не... Светлана, забери, пожалуйста, пульт. Кто-нибудь. Нельзя. Все ржут. Лучше понравилось. Так, почему коверкаешь имена? Разве это красиво? Какие имена? Привет, Яна, где можно послушать твою песню? Ребята, кстати, я сегодня должна была сделать анонс, так и не сделала. Поздравьте меня, 24 числа, 24 февраля выходит моя первая песня. Ну, уже не первая, я на Доме-2 тоже пела что-то, но именно моя написанная нами песня с исполнителем... 23 на 24 число. 23 на 24 число выходит моя с ним песня. Могу сказать, с кем, правда? Это типа интрига, пипец какая. Так, вот я отвечала, красивая девушка, спасибо большое. Так, краса, краса, спасибо. Спасибо, котики. Я привлечу, как раз 24-го мы будем петь. Зая, конечно, будем петь. Мы, у нас 25 на Деракте... Петь, петь. Кстати, а можно эту песню спеть? Там, где мы будем отмечать. Я думаю, что можно попросить. О, кстати, это вообще будет круто. Я из Тувы. Ян, помиритесь с Семиренкову, оба очень крутые, могли бы хорошо дружить. Спасибо большое, но я не общаюсь. Простите. Куриш Айкос, да, Курио Айкос. Республика Алтай, привет, привет и вам. Общаешься с Захаром? Нет, не общаемся. Вариант, познакомиться с вами. Это кто такой? Это, бля, кто, это кто такой? Она без мужчины сидит, вы тут ей такие смеете вопросы писать. Конечно, конечно. Не, не пишите такие вопросы, я замужем. Это вот ей, пожалуйста, в Деракте пишите вот эти вот вопросы нацензурные. Так, что с щекой? Опухли. Опухли от еды. Вы знаете, много ешь, опухают щеки. Что делать? Как это работает вообще? Что делала с зубами? Ела ими. Привет с Дагестаном. Привет, Дагестан. Ты счастлива? Почему не поддерживала себя к Симати? Конечно, это очень заманчивое предложение. Но я считаю, что у меня не достоин. Шучу. У меня есть любовь. Так, ты что? Тетя-тетя-пусечка, мальчишка. Ты поздравишь меня сейчас с днем рождения? Да, пишите ваше имя, я вас обязательно поздравлю. Яна, ты очень красивая девушка. Счастья тебе и любви. Спасибо большое. Все. Трусы где? Я не знаю, где ваши трусы, без понятия. Брови не идут такой формы. Скажите мне, пожалуйста, как мне переделать? Какие брови мне идут? Мы можем приехать. Да. Сделайте мне, пожалуйста, брови. Я была бы очень счастлива, потому что, ну, реально, вот с такими бровями очень сложно жить. Ты куда? Ты что вообще? Ты то! Парень, ты то! Он тоже в эфир хочет. Блядь, за мой счет просто пиарится. Ты то, бляденька? Ты то, бляденька? Так, приезжая в Грузию, очень бы хотела у вас побывать. Я была в Грузии, мне, видимо, понравилось, но как-нибудь обязательно мы нагрянем. Вау, вау, вау. Оксане Матыевой, привет. Я вам рада. Оксана Матыева, передаю вам большой-большой-большой-большущий привет. Желаю вам хорошего вечера. Мурза Галиева, Олеся Горстопа, с такой фамилией еще такой фигнем пишет. Че? Дебилка. Че пишет? Она же тебе грузинка? Нет, русская. Она русская. Че ты врешь, Турченко? Мужа супруга. Ты тебе дедушку штуру? Да, они, наверное, за фамилию спрашивают. Потому что фамилию. Они отгузывают. Фамилию у нас стоили. Теченька. Она просто не мишка. А меня от большого мужа осталось. Да, у нее там... Единственное, что осталось от мужа. Ну, слава богу. Единственное, что хорошее осталось от мужа. Не знаю, что было хорошее от мужа. Ты поменял. А так-то он близнецы. Так, Анжелия, блядь, тебе что, заняться нечем? Она пишет, что ты у нее грузинка была в Анжелии. Зачем такие вещи рассказываешь? Я сейчас как начну рассказывать. Мало не покажется! Так, нет, мне больше никто не пишет. Тебе пойдут брови, как у Мерлин Монро. Двоенькие такие. Я, конечно, понимаю, что меня ненавидит звонила столько. Да, Ачи, ну ты что делаешь? Ты что делаешь? Классная, не слушай никого. Вот, поняли? Не хер мне писать про брови. Мне сказали, что классная. Моя ирония, юмор и красота в одном человеке, да. Это кто пишет? Мне? Да, это тебе пишет. Алена? Спасибо, спасибо! Ради вас стараюсь. Нет, на самом деле, я просто сама такая. Люблю смеяться над собой, люблю смеяться над людьми, над людьми больше, чем над собой. Я просто люблю смеяться, ребята, блядь! Я ненавижу скучных людей. Окей, если бы мои подруги, либо мои родители были не смешны, они бы меня не родили. Конечно, я просто люблю поржать. Опа, опа, опа. Какие планы на завтра? Привет, Индирочка. Планы на завтра мои. Я решила, у меня Светлана, мой брат, он... Светлана, мой брат, кстати, да. Светлана, брат, он захотел отучиться на татуировщика. Возможно, у вас, кстати, в Сочи одна из крутых татуировщиков, кто будет заниматься обучением. Я решила ему подогнать обучение хорошее, чтобы он осуществил свою мечту. Вот завтра пойдем договариваться по поводу обучения. Если будет хорошая погода и сегодня должны были просто поехать, мастера не приехали. Вот завтра вот такие вот планы. Потом, потом, потом я наконец-то поеду на массаж, потому что нужно загонять в свою аппетитную форму. Почему ты не читаешь все смс-ки? Твой типаж схож с Мерлин Монрода. Блядь, почему вы уже несколько раз мне это пишете? Мне кажется, вообще нет. Питай привет Ашхабада. Что? Это имя, фамилия? Что это? Или это город? Дом 2. Что с лицом? Простите, с таким уродилась. Сделаю уже каре, ребят. Я не могу сейчас сделать каре, потому что я привыкла пока к длинным волосам. Сейчас понемножку буду отстригать, отстригать и к своей длине вернусь. Яна, привет, из Красноярска. Передай привет. Я поспорила, что ты передашь мне привет. Меня зовут Юля. Юлечка, передаю вам огромный-огромный привет. Она выиграла спор. Вы выиграли спор. Как у вас дела? У нас хорошо. Ян, ты с Юлей, сестры. Да, Юля Карпухина, моя сестра. Я с его про нее. Двою родная. Чин-чин, привет, любимая. Я пишу, что девочка с отходи. Передай привет Ульяне Ананьевой. Ульяночка, тебе тоже большой привет, Ананьева. Господи, как же я вас обожаю. Спасибо большое, котики. Передай привет Игорь. Бля, ребят, что такое у меня? Я что тут? Бля, как-то пусть говорят? Или кто? Почему приветы передаю только? Зачем ты ложишь на меня? Кладешь. Кладешь свои культяпки мне на шею. Опять не уважаю. Опять не уважаю. Что лохушка, ты культяпки свои ложишь. Можно я про турию? Можно. Привет, привет Ульяне Ананьевой. Пожалуйста, ребята. Мне кажется, что я передала? Твой вес. Ну, сейчас тяжелый стал. Бля, почему такие орехи с лицами? Это запрещенка какая-то. Сиски бомба, честно говоря. Чем они пишут, что ты взяла у духи у Мехадуй и нижнее белье? Типа, она сказала где-то. Бля, кто такая Мехадуй? А, Мехадуй, она была на проекте? Да. Я, да, я била. Это правда. У тебя же свои нету? Я вообще пиздила. Одежду, честно говоря. Привет, 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 привет. Привет, янушка. Мне первый раз так назвали. Вес и рост. Мой вес. Вес. Сейчас я не знаю, сколько я вешу. Двоето 55 килограмм, наверное. Рост 169. Кстати, ребята, мой рост не меньше. Мой рост 169 сантиметров. Буквально я пару дней назад опять измерялась. Он именно такой. Ты чисто русская, нет, в моей крови чуть-чуть что-то протекает. Простите. Пять национальностей. Кто такая Мехадуй, Янка, блин? Я, у нас девочка была на проекте Мехадуй, там недели две. Говорят, что я пиздила у нее вещи. Люди дело говорят, люди пиздеть не будут, я хочу сказать. Яна, когда мы на диету сядем, я на сегодня настроилась. Если честно, я тоже на сегодня настроилась. Ребят, он ко мне прилетел, брат. Было рассчитано, что он ко мне прилетит, там, наверное, на 5-7 дней. Так затянулось, потому что мы хотим сейчас провести здесь обучение. И мне приходится готовить. Но, знаете, у меня нет зависимости от еды, типа. Но если еда будет стоять передо мной, у меня нету силы воли ее, типа, не съесть. Вот поэтому, ребят, тебе идет мат. Сейчас как начну, вы зря это сказали. Так, человек просто решил, что там, пожрать, почему сразу пьяный? Пожрать. А, пожрать, почему сразу пьяный? Вот именно, почему сразу пьяный? Привет из Белоруссии, вам еще привет. Почему столько мастов на тебя, это не похоже? Ребят, я решила быть собой. Да, просто на ТНТ это все запикывали. Кстати, у меня очень было... Я считаю то, что, знаете, когда человек матерится, это не говорит о его невоспитанности, либо о том, что человек херовый по каким-либо качествам человеческим. Просто, ну, мне кажется, в каких-то определенных диалогах это уместно. И даже сексуально. И даже сексуально, как сказала Настя. С чем-чем. Гай, супер, спасибо тебе, купила и не пожалела. Спасибо. Ребят, спасибо большое. За обратную связь. Мне вот реально приятно, потому что мы старались... Сейчас я его не так много о нем вам рассказываю, потому что мы старались сделать все очень нативно, очень интересно, с картинками, с видео интересным, как делать макияж. И более того, там косметика, которой я пользовалась, именно видео, которую, в принципе, я пользуюсь, она очень доступная. По очень доступным ценам. Я лично умею макияж делать абсолютно и на масс-маркете, и на премиум какого-то косметики. Премиум такой нету. На люкс-косметики, как-то точнее. Вот. Поэтому главное все делать технично. Короче. Она не поправилась, все хорошо, ребят. Нет, возможно, кстати, я поправилась, потому что мой молодой человек очень сильно меня отгармил в Москве. Хочу вам признаться, чтобы больше на тебя никто не смотрел. Нет, мне кажется, она за этого это делает, для этого, точнее. Отвечаю. Девочки, вам это знакомо? Мне лично это знакомо. Меня все всегда хотят накормить, вот реально. Все подруги, они смеются, но мне не хотят, чтобы я была страшна. Нет. Нет, я шучу, Настя, на самом деле, наоборот. Меня... Может, я тебе покажу? Смотрите. Подождите. На самом деле, я ее откормлю. Дратути! Она такая красивая, на самом деле. Я тебе сказала, что ты красивая. Почему позоришь? На самом деле, она просто такая же, как я. Банутая. Знаете, самое крутое качество, наверное, в человеке, когда... Что, блядь, я там прочитала? Из вашего дыма? Блядь, как тут можно с ней держать? Смотрите, пожалуйста. Анатолий поправилась, можно диету, наверное. Что там? Нет, у меня видео с задержкой, я потом только увидела себя со стороны. Ничего хорошего, хочу сказать. Зачем? Будешь показывать... Показывать... Буду показывать своего парня. Нет, ребят, я не буду показывать. Счастье любит тишину. Я боюсь, что такую красоту с глазом. Он красивее тебя, вот реально я. Да, он красивее. Нет, это реально. Нереально. Реально. Нет, я всегда хотела себе найти парня, вот ну, реально. Не вот это вот от фотошопа, ну, да. А вот реально, к жизни, чтобы просто красивее. А зубы его? Там твои рядом не стоят. Ну вот реально. Да, вот реально. И не старый пердун, как бы, вот все мне его желали. Да, вот этого. Вот этого вот. Пастик. С озером вот на голове вот этого вот. Крым полуостром, вот этого вот. Не надо нам такого. Твоему парню. Сколько лет моему парню? 20 лет. 28. Яночка, как живется в Сочи? Очень интересно узнать твое мнение. Прочитай, пожалуйста. Как живется в Сочи? Ты что, написал, переигрывайте. Мы не переигрываем. Анжеля опять написала. Да. Как бы после развода дайте совет. Кайфовать. Да, привести себя в порядок и привести себя в порядок. Кайфовать, наслаждаться свободной жизнью, наслаждаться собой. Не надо никому готовить, убирать, стирать. Господи, никому. Совет от... Только-только, только-только, ты уже вышла, да? Я недавно развелась. Ладно, ты что-то сама собой смеюсь. Грес, привет, и вам большой привет. Яночка, я тоже матерюсь. Я ругаюсь на чего страшного. Для связи слов. Мы тебя любим. Спасибо большое. А почему отписалась от мамы Захара? Я, кстати, от нее не отписалась, а то она от меня не отписалась. Отстали. Я была удивлена, на самом деле. И, ну, я не знаю, по причине, не что-то важно. Ну, а для чего-то. Ну, да. Вот, я тоже отписалась. Не хочется менять форму бровей. Да что с моими бровями, девушка, не так? Мне кажется, у меня что-то с бровями? Нет, нормально, сочинские, кавказские брови. Эй, я кавказские девушка, а у меня кавказские брови. Да. Я, Наре, скажи просто, а, это я уже читала, да? А, общаешься ты с кем-то из дома 2? Да, я общаюсь, да, я сегодня общалась. С кем еще общаюсь? С Стец общаюсь, не знаю, с Миленкой общаюсь, с Анитой общаюсь. Ну, так понемножку со всеми, ну, не со всеми, но с некоторыми общаюсь, короче. Ты мне нравишься, спасибо большое. Купина день рождения звал? Нет, ребят, не звал, я с ним не так хорошо общаюсь. А че? Нет! Где ногти делаю, я делаю ногти там, где скоро не буду делать, если честно, потому что, ну, это, блядь, реально. Ну, какой раз, я тебе сразу сказала, это просто бренд. Посмотрите, посмотрите, Тимати Блэкстар просто, ну, блядь, это просто пиздец. Я в шоке, если честно. Второй раз, ладно, не буду говорить, не буду засирать. Видели вас в детском парке аттракционов с кем? С Владом. Видели вас в детском парке аттракционов с Владом? Какие-то такие крутые. С каким Владом? Я была в детском парке аттракционов, но не с каким-то Владом. Твоя подруга всегда хрюкает. Классная подруга у вас, спасибо, я знаю. Как живется в Сочи, очень интересно узнать твое мнение, прочитайте, пожалуйста. Я отвечала на этот вопрос? Кстати, нет. В Сочи холодно сейчас. В Сочи в целом, если вы хотите переезжать отдыхать, да, если у вас есть какой-то определенный бизнес, либо ваш бизнес не привязан к какому-то определенному месту жительства, то, да, классно, но если вы просто здесь в поисках там себя, в поисках работы и так далее, то здесь делать нечего, потому что здесь для развития, в принципе, человеку нет никаких благ. Яна, ты супер, спасибо большое. Твоего парня зовут Владислав. Какой Владислав? Ребят, ваком. В сториз держишься как дурочка, раньше сториз были интересные, интересные намного. Настя Мерц это. А? Это Настя Мерц это, да? Кто? Я не знаю, кто-нибудь понятная дама, короче. Юля Ведрат, привет. Ты общаешь с кем-то из дома 2, я уже отвечал. Блядь, я не понимаю, на что отвечал. Слишком толстые брови, хорошо. Софиса сейчас общается с Катей Банелли и подписаны на нее. Ребят, бомба. Совет на любовь. Только рады, только рады. Ты очень красивая. Привет, спасибо большое. Привет, Донбасс. Это шикарное счастье тебе, добрейший человек. Спасибо, котик. Ман совсем не украшает, возможно. Так, Яна, любовь моя, ты лучше. Большое спасибо вам, котики. Холодно тут очень. В Москве это вообще пипец. Передать привет Анжеле из Питера пить. Годжоу, нашу мнение парень какой-то пишет. Да что это такое? Ребят, пожалуйста, не пишите мне вопросы про Захара. Мне это неинтересно. Отвечать на них неинтересно. Я хочу в целом читать даже это неинтересно. У Страхова... Низя! На Дерождение У Страхова будешь с парнем, да. На Дерождение к Марине Николизову, с молодым человеком. Они, наверное, пишут про Иванова. Низя! Про Влада и Иванова, ребят, вы что, очнитесь. Я даже с ним особо не общаюсь. Это молодой человек, мой хороший знакомый. Поэтому давайте не гоните. Передаю привет Анжеле из Питера. Яна, выходи за меня, спасибо, не принимай все-таки предложения. Почему реснички не делаешь? Я не хочу, мне нравится мой внешний вид без них. Блядь, почитай там внизу. Не знаю, как тебе говорить! Привет из Казахстана, и вам Казахстан тоже. Что с у собака? Это мой Ачи Шпиц. Яна, пусть завидуют молчь, сучки крашеные. Да-да-да-да. Зачем эти люди, блядь, эти люди на тебя подписаны, если ты им не нравишься. Пипец, не обращай внимания. Ребят, на самом деле, наверное, после проекта я перестала обращать внимание на вообще какие-то нелестные высказывания в свою сторону. Меня они даже не цепляют. Раньше, знаете, я начитаюсь, у меня прям в депрессию вгоняли. Заняли. Вот этого потом заблокировали. Он сначала пишет, лизать, не лизать. Лизать, пусть что хотят пишут. Чего какая разница? Да. Да, конечно, в общем, сеть. Зачем они тебе нужны? Да ну зачем, пусть будет. А хватит статистику подевают. Я хочу вам вот этим вот неудачникам, которые пишут мне всякую херню, люди, которым нечем заняться, потому что либо есть люди адекватные, которым нравится человек, а они на их вот странице сидят, я не знаю, наблюдают, что там что-то смотрят интересное, смеются там, я не знаю, радуются за человека, отдают хорошую энергию и получают ее взамен. А есть люди, которые, я не знаю, извергают эту вот желчь, ну, поднимайте мне статистику, спасибо вам большое, я очень счастлива. Это очень хорошее, чему тебя научил Дом-2? Опыт, наверное, хороший я получила в плане того, какое отношение можно к себе принимать от человека, от людей в целом, что нельзя к себе терпеть. В отношении себя вообще в целом. Многое, большой спектр, наверное, эмоций я испытала. И за все время, пока я там находилась, наверное, в жизни бы я навряд ли столько эмоций получила за столь короткий промежуток времени. Я, наверное, стала не то, что более жесткой какой-то, я точно так же верю людям, но сейчас, допустим, я не даю там второй, третий шанс человеку. Потому что, ну, если человек хочет там быть с тобой, да, если он тебя оценит, если он тобой дорожит, он никогда не сделает тебе больно, он никогда не отнесется в отношении тебя как-то херово. Поэтому нужно все ситуации вообще огораживать, тут негатив, все ситуации на корню рубить. Почему подписка упала? Почему подписка упала? Смотрите, меня тоже этот момент немножко тревожит, просто я не так давно участвовала в круге, вы, наверное, все прекрасно знаете, что это. Это блогеры, в общем, очень много блогеров собираются, топовых, и участвуют, допустим, разыгрывают призы среди подписчиков. Соответственно, мы меняемся, аудитория, как бы никто, ни для кого не секрет, то, что кто-то кого-то может рекламировать. Вот, мы, получается, были в этом круге, у меня пришло с этого круга подписчиков тысяч пятьдесят, наверное, примерно, вот так. Тысяч восемьдесят. Тысяч восемьдесят, да, возможно, буквально там за полторы недели. Сейчас эти подписчики начали падать, не уходить, в смысле, не те подписчики, которые со мной были. У меня статистика точно так же растет, но просто те люди, которые пришли именно с этого круга, они сейчас отписываются. Немножко нечестный круг, на самом деле, потому что меня обманули на хорошую сумму денег, на самом деле. Соплатила людям за вход в этот круг восемьдесят тысяч. Сказали, что будут люди русские, вообще, которые одна из здешних блогеров подписаны русских. На самом деле, была половина накрутки, вот восемьдесят тысяч, примерно так. Сейчас осталось тысяч двадцать, потому что мы посмотрели по статистике, по всем там данным, менеджеры посмотрели. Вот осталось тысяч двадцать, и поэтому это, конечно, избавило мои обороты вообще в социальных сетях, и избавило статистику немного, но, тем не менее, те люди, которым я интересна, они точно так же сейчас активно смотрят за мной. Так, пельмес не весит так глубоко, как у всех тупых баб. Да ты что, зато ты за мной только наблюдаешь, а мне на твоем мнении все равно. Слышишь? Нет, с Захаром мы не общаемся. Сколько сиси весит? Кстати, сколько весит грудь? Это придурок какой-то за этот вопрос, мне всякую фигуру. Килограмм? Нет, подожди, триста шестьдесят, сколько? Нет, ну вообще... Фиг знает. Я так не знаю. Что делать, если человек тебя не поддерживает, хотя и любит? Я считаю, что вообще для... Знаете, на меня... Для меня, наверное, только совсем недавно пришло это осознание того, что я хочу, чтобы рядом со мной был человек, который меня поддерживает во всех моих начинаниях. И точно так же я своего мужчину, там не важно, мужчина, подруга, там мама, папа, не важно абсолютно. Но если мы говорим об отношениях, я буду своего молодого человека абсолютно во всем поддерживать. Если человек не так, тупо знаете, как многие это делают для галочки, то вот, ну как бы у тебя все получится, давай, нет. Говорить, какой человек молодец, то, что у него реально все получится. Говорить плюсы, минусы какие-то, не знаю, как-то мотивировать человека. Не вставлять палки в колеса, потому что это действительно очень ценно. И только когда в человека верят, он сможет добиваться каких-то высот. Но это должно быть, мне кажется, обоюдно, взаимно. И вы мне многие можете сказать, я знаю, какой пример привести, но для того, чтобы тебя человек поддерживал, для того, чтобы он к тебе хорошо относился, ты сам должен со всей душой, со всем сердцем к нему относиться. И только хорошее поведение и отношения к нему показывать. Если ты показываешь говеное отношение, ты только такое говеное отношение можешь в свою сторону ждать. Парень, Азиза бросил тебя! О, черт! О, черт! Азиза еще жива? У нее все хорошо? Я на эмоциональности. Блядь, когда мне сказали просто про Азиз, то, что этого, как его, блядь, звали, я даже не помню, то, что у него есть жена Азиза, и то, что она вышла, я такая, блядь, кто это просто? Что это за бабушка просто? Ну вот реально. Ну, женщина, как бы, знаешь, молодец, да, добилась многого-многого, там, заработала кучу денег, там, в каких-то отраслях, там, известные и так далее, но... Извините. Как бы, извините. Я не знаю, кто это. Моя мама, да, кстати, она вообще описывалась бы отчасти, наверное, когда я увидела. Ну, не я. Думаешь, Захаргей? Нет. Не думаю. Сколько миллилитров в губах, скажи, пожалуйста, котики, я не знаю, сколько. Ты что, совсем сдурел? На телевизор арет. Смотри, я отпрыгиваю. Идите, да дубинка маленькая. Ребят, у меня брови не шутят. Бля, мне что, реально широкие брови, я не понимаю? Кисочка толстая, давай поменяемся, я тебе давно говорила. У меня не широкие брови, вы че? Мне нравится, им просто скажите. У меня идеальные брови, мне делала Тантьяна Абиева, вы че? Вообще, не в себе. Самый лучший мастер по перманенту. Ой, прости, Анжела. И Настя. И Настя. Так, кто написал, дура, не ори, у меня парень распит. Анжела пишет, дура, не ори, у меня никто не спит. Блядь, почему у меня такие подруги ебнутые? Одна, блядь, хрюкает, он сидит просто, вторая хуйню несет. Анжеля, я скучаю, пацан. Анжеля, я скучаю. Давай приезжай быстрее, когда там билеты еще на тысячу подошли. Красиво, красавица, 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 ты наша любимая. Спасибо, малышка, спасибо большое. Тоже хочу собачку. Лен, собачка это круто, конечно, да. Соберите, Ачи, вот этого, соберите, мальчик. Не хотите по распродаже блюд одного взять? И парень? Парень, как у вас дела? Ну-ка, притащи свою женщину. Ваша женщина тут уникальный человек, посмотрите. Одноглазый Джо. Прочит-прочит. Он прям оторвал глаз, ему вообще все ровно. Давай, приступай к делу. Моя женщина, моя, не дам. Это моя женщина. Ачи вообще, он целеустремленный парень. У него тут несколько жен. Смотрите. Поехали, Ачи. Давай, давай, давай. Он ее должен уже спустить, нет? Сейчас он поставит пузо 69. Как он всегда любит это делать. Ачи, сначала нужно поцеловаться. Прошу. Он сначала сейчас ее полежит. Не отвлекай, не смотри на него. Это скрытая камера. Тебя никто не видит. Блядь, походу, нас спалили. Да, это моя. Ребят, он очень вас стесняется. Он чувствует то, что здесь камера. Криллежика, привет, любим тебя. Собачка, зачем мне вернула Захар? Вы, знаешь, недавно читали? Потому что подарили. Ребят, мне подарили собаку. Это моя собака. Блин, это мой ребенок, не моя собака. Ребенок. Я, Лео, что, будешь отвечать? Задавайте вопросы, будем вам отвечать без грубости. Яна, ты классная. Я тебя люблю. Я вас люблю. Спасибо большое. Ты изменилась. Но на него оказалась простой, доброй девочкой. Сейчас какая-то озлобленная в поведении. Ребят, вы знаете, мне просто интересно, почему вообще вы судите? Смотрите, вы там видели мою жизнь, да, вы видели меня в каких-то ситуациях. Сейчас вы видите 30% из всей моей жизни. Даже меньше. 15%, наверное, из моей жизни я не снимаю. Я не тот человек, который, наверное, постоянно с телефоном ходит. Я понимаю то, что вам это интересно. Я понимаю, за что вы меня там любили, за то, что мы показывали, не конкретно меня, а даже участников там многих, за то, что мы показывали жизнь. Вы видели нас в каких-то своих, возможно, там, ситуациях похожих. Вы просто меня не видите здесь, поэтому не нужно говорить о том, что я озлобилась, либо я какая-то другая стала. Я осталась точно такой же Яной. То есть вы немножко не полностью все видите. Так, разбудила моего любимого пиздецка Миши. Бля, выйди, пожалуйста. Когда будет новая коллекция платьев, где их можно купить? Ребят, сейчас пока немного приостановили, потому что, потому что, потому что сейчас не особо. Мне кажется, это актуально. Ну, тем более, ты не особо хотела платье шить. И да, я платье не особо хотела шить. Это был мой некий опыт, потому что я отшила, грубо говоря, на себя платье и хотела попробовать. Возможно, это зайдет. В какой-то степени это зашло, не так, как я хотела. Но, тем не менее, осталось совсем малое количество платьев, которые я отшила. Несколько штучек осталось. Да, несколько штук в Москве осталось. Вот, и сейчас я хочу ближе к лету шить пижамные костюмы. Это вообще моя любовь. Они будут разные. Они будут разных расцветок. Примерно одного материала что-то подшел. Индивидуальный принт эксклюзивный. Да, эксклюзивные принты будут вообще очень крутые, широкие, красивые, на разные абсолютно фигуры. Вам обязательно понравится, потому что то, что я покупаю, какие я костюмы пижамные покупала, всем они очень круто заходили. Я знаю то, что вам это нравится. Вот. Не хочешь сменить цвет волос? Блин, я бы вообще с кайфом, если честно. Волосы жалко. У меня, в принципе, вообще волос сам хороший. Ну, и на по структуре волоса, по качеству волоса. Но, так как я часто очень наращиваю, у меня, и мне очень много филировали, у меня осталось волос не так много. Поэтому я сейчас ленточное наращивание сделала, чтобы отрастить хотя бы немножко свои волосы и снять. С Анитой, да, мы поддерживаем общение, не так часто, но тем не менее. Индивидио про макияж. Нравится очень, как вы краситесь. Я создала для этого специальный гайд. Ребят, кому интересно, заходите в шапки профиля. И смотрите. У меня есть парень популярный. Или почему скрываешь? Нет, молодой человек у меня непопулярный, абсолютно не медийный. Просто я считаю, это вообще не нужно. Не хочу вообще выставлять свои отношения на показ. Когда выйду замуж, да, возможно. Но пока это не нужно. Раз. Он тот самый участник. Дом 2. А, что это? Раз один. Тот самый лучший. Не поняла вас. Блин, я вам так красиво обожаю тебя. Спасибо большое. Страхово общаетесь с Мариной? Да, мы общаемся. 20 числа пойдем к ней на день рождения. Без ресниц очень идет. Спасибо. Почему переехать решила в Сочи? Не знаю. Меня в Москве ничего не держало. Как-то я так спланировала. То, что Сочи пока для меня город. Тут очень много и разных идей для съемок. Локации. Нравится форма губ, подскажи мастеру попозже. Может быть, платье разыграешь? Ребят, хотите, чтобы я разыграла для вас платье для девчонок? Какое вы захотите. Наверное, 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 я бы хотела для вас разыграть платье. Напишите, какая вам модель больше всего нравится. Я обдумаю и разыграю какое-либо из них. Либо в целом разыграю просто платье. И та девочка, которая победит, выберет просто то платье, которое ей по душе. Нет, ну там спрошу, когда в Злат. Кто? Там девушка ходила. Когда в Злат? Не знаю, не знаю, не скоро, я думаю. Через годик. Клиже к лету, может, поедем вместе с Славом. Я на тебя один раз изменили. Как считаешь? Все мужчины равны и поздно изменяют. Очень сильная, красивая. Не знаю, мне хочется верить в то, что нет. И я бы, наверное, не наверное, я бы никогда больше в жизни не просила это. И ни одной бы женщине. Знаете, наверное, такое чувство. Я первый раз, наверное, испытала его. И ни одной женщине от них пожила. Обычно ни одному человеку, там, мужчине, женщине, неважно. Все эту боль испытать еще один раз, это страшно просто. Бля, вот реально я как помню, это прям тупец. Да. Это нельзя испытывать еще раз. Я считаю то, что не все мужчины изменяют. Если такие есть, пошли они новые. Настя, давай к нам приедем, Юльчик. Все платья крутые, но у меня нет груди. Объясни, пожалуйста. Ребят, смотрите, все платья, которые я выпускала, смотрите, есть вырезы, они глубокие. У меня большая грудь. И вырезы, они глубокие, сделанные на мою грудь. Но те грудь, уфу, те платья предусматривались на грудь чуть меньше. И вот эти вырезы, они вот примерно вот такие вот. Все, не больше. Потому что не у всех большая грудь. Эти платья предусматривались для того, чтобы девушки смогли носить просто и с нижним бельем. И там с этим, как они называются, с чашечками, знаете, с такими. Поэтому платье смотрите на большой и на маленькой груди. Очень-очень круто. Поздравляю, пожалуйста, мою дочь Ева Мироненко. С днем рождения. Она твоя поклонница. Евочка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю вам всего-всего самого хорошего. Желаю вам того, чтобы слушались мамы, хорошо учились. Были просто умницы. Яна, когда ты выпускаешь хит какой-нибудь, ты очень круто поешь. Котики, 24-го числа выходит, знаете, песня. Ура, я так рада. Она будет вообще классная просто. Реально, очень крутая. Мой мальчик, знакомый, с кем мы записали песни, скоро прилетает. Сейчас хорошая погода наступит в Сочи. И мы будем записывать этот клип. Очень крутой, романтичный, классный. Знаете, песня какая получилась? Она очень романтичная, в меру сентиментальная такая. И очень, как сказать, такая битовая. Короче, очень классно получилось. Мне прям очень понравилось. Но эту песню нужно слушать прям громко. Прям классно. Мне понравится. Яна, приезжаю в Новороссийск. Кстати, я была как-то раз в Новороссийске. У вас очень такой набережная прикольная. Какой-то корабль будет спел. Где найти твой плейлист? Я ВКонтакте слушаю музыку. Я как устаревший человек. Так, можно... Напишите херни, пожалуйста. Стоит ли наращивать реснички? Я люблю наращенные ресницы, но мне вот мой образ именно нравится более такой... Ну не то, что естественно. Мне кажется, так намного дороже смотрится лицо, намного стильнее. Мне как-то не очень нравится. Янче, как ты относишься к благотворительности? Написали? Да. Я отношусь положительно. Я так горжусь, знаете, что с Настей, она же руководитель благотворительного фонда. И мы с помощью вот там страницы, с помощью ее усилий, наших уместных усилий, представляете, у нее был подопечный и... Ну вот, я про один случай хотела сказать. Был подопечный и мы... Я прилетала в Сочи, ему выставляли, я там Баню Бартикова просила выложить. Захар, кстати, тоже нам помогал. Вот, Захар тоже помогал. Кстати, это реально, да? Да, он помогал, да. Не помню. Он сам выставил, кстати. Возможно, но мы не просили, он сам вот помог, да. И еще многих-многих ребят популярных я просила, они выставляли, и мы с помощью вот этого всего, смогли сколько собрать? Не помню. Я уже не помню, какой это сбор по счету. Сто с чем-то, да? Да нет, ты что прикалаешься? Около 500 тысяч. А, 500 с чем-то? Около 500. 500 с чем-то тысяч мы собрали. Там был мужчина, он спортсмен какой-то, да, и он попал в такую ситуацию, его избили, и он было бездвижно. Избили 12 пуль. А, реально? Да. Я помню, что ему реабилитация нужна была. А девочки недавно тоже, по-моему, тоже. Ну, это прям на моих глазах просто прям было, да. То, что вот так быстро все собралось, прям очень крутая поддержка, и я просто я за это. И спасибо вам, мои хорошие, большое за то, что вы реально, ну, мы вместе с вами, мы сила, вот правда. Потому что вы очень крутые, я вам капец как благодарна людям адекватным, которые я не несу, блядь, зла какого-то, я не несу, там, гнилья какого-то, зависти, я не учу чему-то плохому. Знаете, я учу поржать, просто хорошо провести время. Я хочу, чтобы у вас было все хорошо, чтобы у меня было все хорошо, и чтобы у вас все круто. Я вам благодарна, что реально вы помогаете. На бой песня. Я не простая, с меня подписано, и подруга тоже крутая, я хорошенько в Сочи, ты живешь. Да, я в Сочи живу, и, ну, заметь, пожалуйста, я разбила телефон, разыграю, пожалуйста, телефон, вдруг повезет, пожалуйста. Ребят, я не люблю наглых людей, я не люблю наглых людей, потому что у каждого есть какие-то надобности. Я хочу последний айфон, очень хочу, но я ни у кого не прошу. У меня есть финансы его купить, но я считаю более правильным потратить финансы на что-то более стоящее и ценное. И я никогда не позволю себе попросить его у кого-то. Поэтому хотите что-то, работайте, добивайтесь, но это стрёмно. Как сейчас, раз, песню в инсте. На бой песню просто. Нет. Ну, сейчас. Нельзя. Как нельзя? Надо было рекламировать сегодня. Кстати, скорее всего, мы будем петь на... Дай бог, будем в ТНТ-мизе петь. Это будет круто. Правильно сделала, что быстро забыла. Я сделала, как снимаю ссорию, что... Почему у меня ссория, что-то я не знаю, как ссорами... Какими-то они... Какими-то... 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 Знаете, когда человек, наверное, уважающий себя, когда он не просто, знаете, из грязи сняйся, когда он был всегда в доставке, когда у него была жизнь все хорошо, когда у него постоянно он чего-то добивался, он не всегда в жизни. Он никогда в жизни так сидел, и не был. Когда он начинает, что-то там привалило, как и баллы, допустим, да, всего-то, он начинает реализоваться, он начинает реализоваться, он начинает проявлять свое внимание к другим людям. Ну, это стрёмно, я считаю. А-а-а, не слышно, не слышно, ничего было. Я не знаю, не знаю, на чем я остановилась. Ребят, я уже поняла, что не слышно. Бля, реально, я же не слишком сильно закрыла. Но ты иногда прикрываешь, да, не слышно. Ребят, я уже поняла, все, 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 слышно уже. Так, такая правильная, блядь, отстаньте от меня, пожалуйста, с этим вопросом. Да, в смысле, быстро. В смысле, я полгода даже больше была без отношений, какой быстро, вы чё, ребят? Я счастлива в том, что в моей жизни появился человек, который смог все это перекрыть. Очень счастлив. Точнее, не перекрыть, я давно сама это все перекрыла, который смог в мое сердце как-то внедриться. И которому я начала испытывать чувства. Я это безумно, этому рада, счастлива. Всегда нужно от плохого избавляться. Зачем мне этого, чё? Или если у вас есть, допустим, какой-то очаг, да, который вас как-то губит, как-то вредит вам, вы неужели от него не избавитесь? Вы лучше замените это чем-то другим, положительным, хорошим, наверное, так, да? Как ты относишься к Алене Рапунцельу? Нормально. Как? Обычно. Когда покажешь парня, ребята? Нет, не покажу. Аньч, как Настюха подписана? Настя? Настю. Как-то Настенька Сочина подписана. Главное ушло в своего, а быстро, медленно отдела пятого треугольника всех чешется как-то. Я не знаю, блин, наоборот же круто, когда люди счастливы, когда у них все получается в отношениях там или еще где-то. Это же круто на самом деле. Зачем страдать? Зачем? Нахер зацикливаться на чем-то? Я уже свое отстрадала, отплакала. Ты девушка, веди себя достойно, ребят. Я всегда веду себя достойно. У меня есть воспитание, и в первую очередь. Оно мне показывает, как нужно себя вести. Я думаю, я как-то грязь лицом не окунала еще себе и не буду. Ты в Сочи живешь или в Москве? Я живу в Сочи сейчас, но в Москву часто прилетаю. Он страшный, потому что... Ох, я его глупый. Он невероятной красоты. Самый лучший. Самый. Идеальный. Почему дофига хейтеров пишут гадости? Потому что Яна их не блокирует. Я не блокирую, кстати, вот да, мне нас иногда корит за то, что я не блокирую хейтеров. Мне все равно. Кстати, я не знаю, я, видимо, не совсем вижу негативные комментарии. Я просто комментарии не всегда вот до конца вот так пролистываю, да. Я читаю там директ, я отвечаю, я общаюсь с подписчиками. Но я не реагирую на хейтеров. Мне абсолютно все равно. Меня это никак не цепляет. Нравится вокал Олеся Семеренко. Не слышала, как она поет. Потому что я ее так сильно все любят, да. Меня вообще очень сильно любят. Спасибо. Как Сочи тебе, мой город? Сочи мне нравится. Здесь хорошо. Мне нравятся здесь люди. Мне нравится здесь атмосфера. Мне нравится здесь еда. Мне нравится здесь солнце, море. Мне все здесь нравится. Мне не нравится то, что моего любимого человека нет рядом. Моих родителей нет рядом. А так мне все реально нравится. Здравствуйте. Прибежали. А что мы прибежали? Фото, которое ты кидала ЧБ с парнем, это был брат. Выдуманный парень. Для чего, Яна? Яна, для чего? Ответь, брат. Выдуманный. Черт возьми. Ты всегда так делаешь. Вы такие умные. Как вы до этого додумались? Черт побери. Ребят, вы такие реально умные. Гениальные. Я вообще с интернета взяла. Сначала была идея, что я взяла это с интернета. Потом увидели, что я на видео сняла руку точно такую же. И сомнения пропали. Сейчас это оказался брат. Господи. Да, да я. Туян, привет. Передай Казахстану. Я давно смотрю на тебя, симпатюля. Казахстан. Большой вам. Большой-большой-большущий привет. Блядь, меня какой-то вот... Можно я этого заблокирую? Я тебе сразу заебала. Иди. Какой-то... Релакс 136. Ты меня уже захолебал. Нет, там еще есть какой-то Майкл. Я его скрине сделала. Даже придурок. Потом целовалась с братом. Да, Жень, блин. Потом я с братом целовалась. Люди просто вообще гении. Гении! Где брови делаешь? Мы сначала застряли про мои брови. Сейчас вы спрашиваете. Это как-то звучит как саркад, если честно. Ты же не знаю, говорить или нет. Даже не знаю, она рекомендовала своего мастера или нет. Я на ВВ пойдешь? Нет, меня звали пару раз. Я не хочу. Не хочу прийти. Скажи салам алейкум, Казахстан. Что сказать? Скажи салам алейкум. Салам алейкум, Казахстан. Так. Не хочешь в Москву переехать? Пока не планируем. Да, да. У Жени Кузнецова ты делала брови. Жень, да, ты мне делала брови. Он снимает очень крутые видео. Еще он делает очень крутые брови. Еще он делает очень крутой макияж. Там качает губы и все дела. Он очень много чего делает. Круто. Он вообще очень деятельный парень, да. В Сочи обращайтесь. Перейдите, пожалуйста, на Жене. Посмотрите его последнее видео. Там будет в конце бомба. Бесплатная реклама, Янка. Женя Кузнецов, заходите. Там будет просто шок-контент в конце последнего видео. Так, я должна сейчас почитать, сколько он должен тебе денег. Эта дарочка вроде на сайте писали. В каком сайте? В Минске была? Нет, я не была в Минске. Пирой пипец какие большие. Просто мое лицо. Ян, сделай тонкий. Ну, пожалуйста. Ты сколько раз прошу? Вот эти тонкие. Тебе очень хорошо. Вот эти вот Мельдлин Монро. Вот эти Мельдлин Монро. Тебе же сказали, что непонятного. Сидишь, что ты. Вот реально. Кавказская женщина. Какая дженера? Какая дженера? Какая дженера? Или кэндордженера? Кэндорджен, да. Почему я ходила на праздник участников ММ2? Ребят, какой праздник? Я живу в Сочи. Они живут в Москве. И у меня не было возможности по времени прилететь туда. Понимаете? Меленья, единственное, что я на дженера не попала. Вот это я сожалею. Ребят, короче, мы пошли. Мы пошли болтать с Настей. Мы пошли. Надо монтировать видео на завтра. Будет бомба. Ждите, 24-го будет очень крутое видео. Блядь, какое видео? Чего мне интересно? Будет очень крутая песня. Мы старались. Мы записали на вас пушку. Девочкам, мальчикам всем зайдет. Всех обнимаю, целую. Короче, давайте спокойной ночи. Почаще в эфир.